Подготовка идет к рамке. А, мы покажем? Это тоже еошки сидят, которые ушли в зиму. Это уже семи, деленные напополам и подсожили. Это твои еошки? Это уже мои. Твоего производства? Надо ставить крышку. А такой вопрос нескромный. А ваши еошки в Украине продаются? Да, продаются мои. А в кого можно их? У Дениса. О, опять у него, вот этого. Это что за семей? Это Б-11 на Б-96, это семейки зимуют. Это тоже твое? Это тоже все мои. Здесь вообще сидят тихие. Но это еошки чистые твоего производства, правильно? Это да, и моего материала чистого. Ты же там и паспорта даже выдаешь красивые. И здесь паспорта. Ну, там еще и ушки. Ага. А вот, вот кормушки, кстати. Ну, прикольные кормушки. Ну, они такие крепкие, да? Да, да. Ну, я пользуюсь. Два доллара. Тоже ульи стоят запасные. О, нуки. Ну, это нуклеусы такие. Это такие. И ты топором их делал, да? Да, топором делались. Это даже не я делал, это мне друг подарил. Сказал Миша, я ее не пользуюсь. Ну, давай. А, так, ну, это не твои, ну, не твои, как бы. Ну, я свои нуклеусы скажу. Я понял. Просто досточка. Массивная досточка. Железом укрытая. Есть тут одни минусы, есть одни минусы. Кофе, пиво. Засылывается в кормовое отделение в Канде или что. Ну, для одной-двух маток максимум. Ну, то есть вывезти одну-две матки. Да, одну-две матки. И перезаселять или... Мало пчелы надо. Ага. И работают они. Ну, на одну-две матки больше не хватает. Ну, это простенько. С одной стороны, просто простенько. Волчишь, вот в этом. Вышечки. Такое не очень, если честно. Не, ну, в кого же какие цели стоят? Да. Леня. Леня, а вот два станка. Фрезерный и распиловочный. У нас стоит уже в новой цех. Да, все правильно. Все, все знаешь? Это... Ну, здесь тоже. Там группа аналогов В-18 запущена. Вот здесь тоже. Там осемленные матки. Тоже твои? Да. Тоже в зиму будет. Вот. Вот здесь. А у тебя есть нуклеиусы зимовалые? Нет. А, есть, вижу, покажу. Вот тоже Ивашка идет в зиму. О, ну, красиво сидят. Это 503 на 184. Это полностью чисто пола-юнгенцы материал. Мы будем его использовать в следующем году. Б-184? Да. Ну, красиво сидят. Сидят красиво. Да, ну, так классно. Ну, понимаешь, тут-то там пчелу она не поменяла. Это мы подсаживали уже последние, в августе месяце. Вот, то бишь, ну. Это так. Ну, здесь так не прибрано. Там группа аналогов уже. Сидишь, ну, тут у тебя, я так понимаю, можно вот так ставить, 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 ставить. А смысла тут ничего нет? Нет, просто говорю, что ставить. Просто ставить. Вот, в полсетях мы не огранили. Да, ну, я смотрю, соседей нету. Которые будут там говорить пчелы. Соседей нету, которые будут говорить у нас твои пчелы жарили. Ну, это лес у нас заготовлены, часть леса заготовлены. Ага. Уже строганый. Ну, ничего такой. Лес на рамке. Лес на рамке, вот это. Да, это лес на рамке. Ну, а здесь вот наши питательцы. Это вот что, начинается? Что здесь? Церк. А, ой, это тоже дерево. Тут леса 6 кубов, тут плохо видно будет. Не, ну, хоть дерево пока. Ой, так там у тебя-то там все. Хлопцы мои, работают. А, это вот нуклеусы наши. Ну, они на улице тоже есть? Здесь? Ты хочешь показать здесь? Не, на улице где-то там есть. Ну, достань один, покажи. Ну, чтобы глянуть. Пляшки не делай. А можно я быстро по столярке пробежусь? Не, ради бога. Ради бога. Вот тут, короче, у вас все. Да, я пойду сейчас свет включу. Смотри, пневмо, степлер какой-то. Изба старая, оборудование новое. Изба старая. О, свет. Пневмо, степлер. Ух ты, компрессор какой мощный. А вот он скобы покупает при бена, видишь? Скобы при бена, ага. Как сказал Денис, изба старая, станки новые. Ну, тоже. Компрессор, нифига себе. Да, да, это, короче. Станки, станка, например, российский, станок белорусский, белорусский станок. Вот, ну, так вот бываем. Дырокол из-за совершенства. Белорусский станок, 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 вот станок. Это могилевские станки. Залаживается рамка рейкой. Это новость, ну, сделано. Ой, все, не так, сперебил. А что ты не хочешь станок у слия? Нет, производительность не та. Не та будет. Быстрее намного. Я по две сразу сверлю. Ну, тебе надо попробовать. Когда будешь в гостях в Украине, это, попробуй. Я думаю, что все-таки быстрее будет производительность. Ну, мне нравится, если... Не, ну мы же тебя ни в чем не переубеждаем. Хорошо. Я смотрю, фрезерный станочек есть, распиловочный. Производительный, да? Рейсмус. Ну, короче, рамочки. Я смотрю, заготовки на рамке уже лежат. А что за станок фрезерный? Это лифтмашевский станок наш. Дорого стоит? 500 долларов. 500 долларов? Ну, вон свои деньги. Короче, вот такие рамочки у вас, да? Ну, стандартная рамка. То есть, сами пилите все, не делаем. Мы делаем все сами. От нуклеусов до всего. Все делаем сами. Все своими руками. Единственное, пластик только. Все, что касается пластика, покупаем. Не, ну это понятно. А так, все, что с деревом, все делается. И все на пластике сделано. Крутяк, пошли дальше. Куда-нибудь. А где нуклеус? Мы берем нуклеус, глянуть? Нуклеус, нуклеус. Короче, у тебя тут и крыша, смотрю. Это кормушки, это и кормушки, и рулоны покупаем такие, металлические. Они 12 метров. Надо, кстати, можно было бы показать, как режется металл. Да, зачем? Я думаю, что... Это стоит увидеть. Да? Ну, может, и с ними маленький кусочек. Давай как-то или нет, чтобы все высоко. Посмотреть на нуклеус. Да, очень высоко. Ну, мы еще вернемся сюда. Если... Так, если заряда хватит. А, ну, если зарядить, в принципе, да. Подожмем местечко. Да, да, да. Это наша база. Тоже здесь находится. Косилки. О, тут идет натяжка проволоки. Нормально запасы. Ну, вот 3000 надо нам таких, больших рамок. Что сейчас... На 18-й год 3000, да? Да. Гнездовых. Гнездовых только. Ну, это наш лоб. Это магазины. Полный. Ой, воск, как у тебя прикольный. Воск. Смотри, как красиво. С мышей кормим постоянно. Вот наша мотопомпа, о которой я говорил. А, вот это и ей качаете, да? А если можно, да. Потому что радио может нам помешать. Прививочные рамки. Подожди, давай на мотопо, если ты не против. Эко, вот она. А качает она сироп без проблем? Без проблем качает она. Короче, если что-то рекомендуешь, да? А мед не качает она? Она стоит буквально там 100 долларов. У меня мед не пока. Не хватит силы. Не хватит на шею усасывать. Ага. Рамочки. Привычные рамки. Вощина. Че вощина? Горецкая. Почему не гадицкая? Гадицкая, кстати. Не брот. Воск красивый. Это забрусный, да? А? Забрусный? Да, забрусный. Вот это после пресса, который. Да. А здесь хотя и армян. О, вот это здесь. Так, начнем отсюда. Кондуктор для рамок, для сбора. Да ну, что с кондуктором? Да я просто, я не снимаю кондуктор, я покажу. Ну, у вас крупные крысы, я смотрю. Мы, не, мы постоянно делаем. Мы постоянно, чтобы будем в запасе. О, вот это кручак. Лысонь? Да, лысонь. Лысонь. И 54 рамки. Ну, наверное, еще не мыть, да. 54 рамки. Вот это я на нее так смотрел в интернете. Ну, и как вам лысоньевская? Ну, мне нравится. Кручак, да? Ножки тут. До тонны мыли. Ножки массивные. Стоит. Она даже не прикручена, но она... Да, 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 ну... Как оно? Открывай. А, просто... Давай, во-первых, есть один нюанс здесь, который все смотрят на эту медогонку, и никто не видит преимущество большого. Здесь один бак, я смотрю, не очень-то большой. Бак небольшой, но тут два сливных крана. Два сливных. Преимущество вот здесь. Никто это в Украине не видит. В чем преимущество, расскажи? То, что удобно, туда рамку... Улавливатель рамок, типа. У нас тут уже начали делать, типа. Уже начали делать, может быть. Ну, я бы с тобой были, но не делали еще. Ну, да, это неплохо, но, в принципе... Ты рамку берешь? Ну, улавливатель, да. А вас надо там целить, ну, что касается... Трехсотую качал этой медогонкой? Не качал. И не пробовал? И не буду пробовать. Не, просто интересно. Потому что я знаю, будет выкачивать. Будет, ты уверен. Сто процентов. Вы, Соня. Сколько она стоит у вас? Я отдавал две с половиной. Ой, две тысячи долларов с половиной. Ну, и рамки запасы. Это все надо навлачивать будет, да? Ну, это часть из рамок, которая... Вообще надо 10 тысяч таких маленьких рамок. О, а вот это? А это ваша великора один. Мельница. Мельница из Полтавы. Полтавский завод. И что мы мелим? Сахар. Что, серьезно? Серьезно. На полном, серьезно? Да. Ты что-то менял там? Сито. Сито менял. А как ты менял? В Харькове у вас купили сетку. И лупим. Просто дело там я ищу, чем мне пудру малую. Вот, с Болтавой, да? Пистишь. С Болтавой может что-нибудь. А какие я сетку? Просто менял сетку. Ничего, ни ножи не менял, ничего. Ножи заточил. И лишнее один ножку ставил. Один нож добавил. И сетку поменял. На более мелкую. 0,8 сетка. Крутик. Ну, нормально бьет, да? Ну, фракция такая же самая, как некоторые показывают, что... Это стол, происпечатанный, импровизированный. Сами делали? Да. Снежавейки. Ну, вот, уже здесь невозможно кататься. Ну, у тебя еще я смотрю. О, а это станок гуслея. Это, да, пока используем ванночку. Не, ну, это же... Ну, станок, значит, есть станок гуслея. Станок гуслея, но мы еще долго его не использовали. В следующем году, я думаю, выложу видео, как используем. Ага. И посмотрим. И четырехрамочная, да? Четырехрамочная, но она... Мы ее не хотим, не используем как отстойник, то бишь, мёд отсюда сливаем и сюда выливаем. Сутки отстаивается, и потом начинает пасовать влёд. А вот это ты что говоришь? Это тоже отстойник. Таких три бочки стоит. Ага, ага. Так, ну, кондуктор для 145-й рамки. Есть? Увидели. Помпу увидели. Клеточки. Пошли к новому. Пошли к цеху по отточке. Пошли к цеху. По кругу. Вот ты любишь в мусор посмотреть, да? Да. Я пришел в мусор посмотреть. Да. Заглянул. Здесь ведро в мусор посмотрел. Ну, кстати, то же самое лежит. Шоу одинаково. Вы два брата акробата. Платформа. Платформа не вывозится? Ну, вывозили в этом году. Она стояла. В следующем году на этой базе платформа. Мы будем делать павильон для откачки меда и вывозить на самый дальний точок. Потому что там будет стоять 200-300 семей. И там будем их качать. Ага. Украина из Полтавы. А, из Полтавы. Украина из Полтавы. Мой Зема. Новый. Новый цех. Новый цех. Нифига себе цех. Не маловатый цех? Ну, я думаю... Не просчитались ли вы? Так, тут он уже корпуса стоят. Пойдем, зайдем. Иду, иду. Доска. Тут не доска, а брусья. Мы по этой дороге приехали. Там мы не приехали, мы... Приплыли. А что за размеры такие? 20 на 20? 20 на 10. Не, все, 20 на 10? Ну, здесь крыша будет через неделю. А что это такое? А это будет... Раньше была медогонка, ну, самодельная. Ага. Сейчас будет отстойник. Так я смотрю, это будет, короче, отстойник, да? Это будет отстойник, то бишь... А насос, что это за движок? Это насос лопасти там будет. Здесь будут стоять лопасти, которые будут... Мед будет кататься и, ну, сливаться сюда. И здесь будет перемешиваться. Чтобы мед не гуманизировался. Не гуманизировался. Ну, да, гуманизировался за день качки. За одну качку побежал день. Ага. Вот. Мед будет отсюда поставляться. В эти двери? Да. Мед стоять будет медогонка там. В той стороне будет лаборатория, там термокомната. А вот здесь это цех... Лаборатория в тех дверях. О, ну... Что ложить, что-то? Конечно. Плитку. А что еще здесь будет? Получается, там лаборатория будет. Да. Там лаборатория. Там термокомната. Да. Здесь цех под качки. Вот здесь, тут где мы. Да, цех под качки. Вот здесь будет... Ну, заезда нет. Заезд сделаем. Тут такие маленькие двери. Ну, а вот здесь будет склад. А тут склад... Бочек, бочек. Или... Или... Или это... Ну, меда. Склад мед. Сахар, что ли? Конечно. Так он... Все закроется, успокоится. Ну, так он уже, наверное, влагу набрал. Наберется, высушится. А что, какая его в бочку перевернул? Там его. Она. Ну, это корпуса уже на следующий год. Тут 600 корпусов. Еще 600 сделаются. Ну, в каждом корпусе здесь еще... Еще корпус здесь. Мы поняли. Ну, я так само храню. Корпусы в корпусе. Вот тут 600 корпусов уже стоят, да? Здесь 600 корпусов. Ну, еще 600 плюс 3 плюсов. Еще. Короче, надо укрыть. Укрытие будет через неделю. Двери будут вставляться. Двери мы тоже сделаем. Все готово. Только берите. А что это за нуклеусы? Ну, нуклеусы и микронуклеусы у нас. Ну, ты ими пользуйся? Да. Вот здесь термокомната. Что касается нуклеуса. А, вот тут термокомната и лаборатория. Тут ты будешь выводить, вернее, оплодотворять маток. Маток будем вот так. Здесь будет термокомната. То бишь мед будет специально. Двери широкие сделаны, чтобы на поддоне заезжать. А, они не деревянные. Они полистирольные. Полистирол. Ну, вот он наш нуклеус. Ага. Тоже. Ну, эти нуклеусы уже работают три года. Вот здесь мышки погрызли. Ага. Ну, так это мыши. Вот в таких нуклеусах мы оплодотворяем мат. Так, давайте я посмотрю какой-то нук. Ну, покажем людям, что тут крыша. Там вот дополнительная вентиляция есть. Не, ну, дополнительная вентиляция. А, вентиляция вообще сбоку. Вот так, в продухе есть. В продухе есть кормушка. Кормушка тоже прикольно выжженная. Все сделано на коленке самостоятельно. И просто так джук и все. Все на коленке, все бесплатно. И три рамочки. Ну, плюс обходится. Три же. Там два доллара, три доллара. Два-три доллара нук. И обязательно надо вот этим скотчем клеить? Не обязательно. А не отрываются соты, ващина? Не отрываются. Не? Не приклеивают? Редко. Есть один минус вот в этом нуклеусе. Вентиляция там. В этом нуклеусе есть один минус. Вот это вот, вот здесь пчела прогрызает. То бишь, вот крышку надо сделать нахлобучку, то бишь, квадратную, чтобы полностью закрывала. Ну, да. Обвязка должна быть по всему периметру. Вот так. Тогда будет отлично работать. Они улетают к крыше от ветра? Улетают. Ложим обязательно. Либо землю ложим. Либо это. Так вот даже и вот эти вылетают. Вот эти нуклеусы тоже. Это заводской, лысоневский. А, это заводской. О, лысоневский. Это у меня такие. Я такими пользуюсь. Да, тоже вылетают. Лысоневские. На четыре рамки. Ну, сейчас нас в Украине делает Денис там. Он делает с кормушкой, ну, съемная. Я такими пользуюсь. Мне нравятся. Ну, я кирпичик ложу. Ну, и мы ложим кирпичики. И когда ходишь на тысячу нук, кирпичик очень любил. Ну, на тысячу нук, кирпичиков, да. Да, можно набрать. Ну, вот здесь будет перегородка стоять. Вот здесь. Ну, понятно. Короче, мы уже приедем, когда уже будет цель готовой. Да. Покажем. Покажем здесь. Вот это что будет. Оп. Здесь там будет. Ну, цех, конечно, здоровенный. А не занадто это здоровенный цех. Мы же работаем на будущее. А какие планы на будущее, если не секрет? Сколько, Миша, у тебя сейчас пчелосемей, если не секрет? Больше, чем пол тысячи. И планы еще есть на развиваться, я так понимаю. Не, ну, естественно, как же здесь планы. Не, ну, можно же работать на пол тысячах, а можно полторы-две тысячи сделать. Нет. А это? Пока тысячи. Нет, папика, там больше дальше. А какой породный состав пчел у тебя напасть? Только бак. Некарника. Некарника. А Карпатка? Карпатка, спасибо. Нет? Вот такие тут. А что это поля? Что тут сеет на этих полях? Здесь посеет сейчас пшеница. Не, а вообще, ну, не каждый живет пшеница. Не, ну, пшеница, рапс, ярогонок. Это вот, вокруг. Не, ну, цех здоровый. Очень здоровый. Классно? Мне нравится. Не, ну. Мы хотели еще второй этаж делать, но здесь еще... Миша, не просчитывал? Погреб еще уберется, здесь будет навес. Поделим поликарбонат. Не, ну, вообще, цех во сколько может обойтись? Этот уже обошелся в 12 тысяч долларов. 12 тысяч, еще надо минимум 12. Это с крышей, это с крышей. Это с крышей, да. Ага. Не, ну, просто... Ну, заливка из меня. Сколько квадратов ты говорил? 52 квадрата? Здесь залито 52 куба. Ну, куба. Куб там у нас стоил подарка. Ну, понятно. Цемент, я смотрю. Доска и там тоже. Приезжали уже машины с бетоном. Круто стоят. Тут-то. Тут-то. Заставные, да? Это заставные. Ага. Ну, это тоже, да, инструменталки сидят. Зимуют. У тебя больше, я так понял, инструменталок. Нет, инструменталок тут порядка 40 штук. А вот, семейка БСПО вниз, я помогу. Вот это первое, которое я сам сделал. Это было ровно 17 лет тому назад. 17 лет... А, его самому крышку снять нельзя. Крутяк. Без петель. О, тут еще пшелый. Ё-моё, а какая тут толщина. Смотрите, пшелки развились. Были буквально на двух рамочках, развились за сезон, ничего не подставлялись. Ни одного узкового моста. Ни одного. О, тихо, лысенько так сидят. Это ёвка наша. Это ёвка в следующем году, будем посмотреть, как они. Вау, БСПО? Да. Мы будем заявлять, что это дегриль. А тут пусто, нет? Опилки. Опилки. Это мы делали раньше такие ульи. И вот в таких гробах, по-другому назвать я их не могу. Это не ручки. Мы сделали тридцать пять семей. И потом я сказал, я больше не могу. И бросил все. И пошел на многое курсы. И вот благодаря тому решению шаг, наверное. Ну тут тоже укутаны. Позже, это двадцать пятка, все укутано пергамином. Только пергамином. Ну это здесь уже тоже пасты. Здесь пасека носит именно разведельский характер. Здесь развились, вывезли на мертвых. Либо развились... Ну то есть это база чисто для разведения. Да. Здесь у нас и матководство происходит, и облет маток до ближайшего пасеки 3-700. Это в ту сторону, в той стороне вообще нету. И в ту сторону 6 километров. И здесь у нас вот это все масса пчелы и масса трутни работает на естественное производство. Ну я так понимаю, это не хорошее какое-то место. Ну здесь ты с весны до осени кочуешь. Ну живешь. Работаешь. Кого построили? Когда? А, елки, тут же еще пчелы. Я забыл уже. О, я увидел у тебя бетономешалку. А, там тоже эти охранения идут. Вот Нива, к которой мы добрались благополучно. Вот это все стоят отводки, шестерамочники. По три рамки делить можно? Нет. Я тебе, я, мы сделаем. Есть магазинные рамки стоят? Вот здесь стоит вот этот. Это пенопласт, пеноплексовый. Вот, что я показывал. И на стриме белорусского пчеловодства говорили. Вот литок. Вот литок. И вот, стель. И пчела сидит вот здесь. И весь осадок оседает вниз. СО2. И оно сквозняком продувает. А так они сидят вон там полосатенько. Ну, они не видны. А, они внизу сели. Они сели, они сидят вот так. Да, да, да. Вы видели. Вот, ну что, какая-то петранция. Это тоже сами, сами делали, да? Да, делаем сами. Шестерамочники с пеноплекса. Да, где-то они тут спрятались вообще. Девочки, вот тут на трех даже, девочки, где-то вот. Ну, эти же ты будешь заменять, надеюсь? Заменять на что? На шестерамочники. На шестерамочники, которые делаются в Украине. Мы эти будем использовать, пока они будут использоваться. Больше мы делаем. Пока они живут. Ну, больше ты их не будешь делать. Больше делать не будем. Ну, вот они занимаются. Раз, два, три, четыре. То бишь, тоже их кормушка стоит. Ну, здесь нет возможности поделить пополам. Здесь, конечно, нет. Нет, преимущество у Дениса Фадеева, конечно, лучше. У них, но, тем не менее. Мы были, пошли в 2014 году вот по этому пути. Преимущественно, опять же, что у Дениса Фадеева, что эти стоят. Они стоят одна к одному. И здесь весной практически единый клуб не обдувается. Их стеночка к стеночке практически придвинута и не обдувается. Очень хорошо, хорошее решение развития. Ну, я смотрю, литками все в одну сторону. Нет, нет, нет. Под вами. Нет, нет, нет. Нет, это тут. Вот это вот с нуклеусом, это мы с нуклеусом. Мы стали делать новые единицы. После нуклеусов мы делали новые единицы, давали матки. Ну, а так вот я смотрю, все в одну сторону литками. А нету блажения, там, ну, сильно не замечательно. На это не обращаю внимания. Если даже есть, я так не улетел, и соседу это стало шоу. Да, не, ну, я понял. В принципе, нормально. Проблема бывают, говорят, грызут или не грызут. Вот подгрызаются. Вот пчелой подгрызаются. Ну, здесь же сразу же сетка идет. Ага. И как только пчелы развились на шесть ног. Мы сразу же открываем вот этот вкладыш. Вот они сидят с ним, уже полезно. Сетка на все дно? Нет. На 50% да. Ага. Передний, передний. Впереди. Ну, и шестерамочники вот, деревянные, тоже таким же лукаром мы сделали. Ну, таким же способом посмотрим, как они будут. Ну, все, экспериментируем. Рискуем, экспериментируем, ищем. Что-то новое. На достигнутом не останавливаемся. Вот. Ну, будем смотреть, как она будет дальше. Ну, да. Ну, вот это все идет на продажу. Вот эти все отводки идут на продажу. Что не продается, будет все запускаться всеми и запускаться на мед. Ну, как-то вот так. Прикольненько. А как вы смотрите, пчел начинаете? С какого угла? С пчелом у нас... Не, ну серьезно. Откуда надо начинать? Ну, пчел начинается от лаборатории и пошли по кругу против часовой стрелки. А что не за часовой? Правило начинается так. Ну, я это, как бы... Ну, это такой вздык, но тем не менее посмотрим. Мы смотрим чуть-чуть... Все зависит от задач. Например, шестерамочники в следующем году мы вообще будем их делать только в осень. Ну, заселять их будем по полосени. А чего... Ну, я понимаю, что близко. Ну, к примеру, я смотрю, территория позволяет их расставить. Ну, расстановку делать, ну, не вот так, рядами. А, допустим, через метр. Во-первых, нам меньше всего времени нужно для перемещения. Ну, это да. То есть мы стоим здесь и пошел. Посмотрели следующий, 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 следующий. Между рядами можно спокойно двигаться. Матки здесь не облетываются. Если облетываются матки, значит мы переворачиваем в шахматном порядке. Один литок сюда, один туда, один сюда, один туда. На весну мы ставим, чтобы пчелы работали в одном положении на юг. Ну, не на север. Вот сейчас они на юг литками стоят. Здесь и приставляем их один к одному от водки, чтобы они зимовали одной шеренгой в одном плене. Понятно. Слабый и не обдувался. Ну, у Дениса Фадеева улях это тоже самое возможно, так как это полистирол. Ну, развитие у них намного лучше. Это было сделано в 2013-2014 году, запущено в зиму, обкатано. И в этом году уже они показали реально хорошие результаты. И в этом году. Кстати, посмотрев именно его улиц, это тоже было реально перенять у него опыт. Только модернизировать его. Вообще-то он мне говорил, что я видел у Ивана Фабро. Ну, я у тебя деревянный увидел. Вот ты перекрасился быстро, Денис. Нет, стой, подожди, ты мне скидывал фото, помнишь? В 2015 году, что ты кинул экспериментально. В 2015 году? В 2015 году уже, ё-моё, к дядькам ходил. Так у тебя дерево было. Да, у меня дерево. А у него был именно пеноп... А, пеноп... Ну, да. Ну, это всё фигня, да. Ну, здесь, когда я был маленьким, я бегал, у меня первый раз укусила пчела около того столба. Я запомнил эту нашу жизнь. А вот здесь стояла басика. Это твоя родина? Это, да, моя родина. Там дом стоял, мы его поснесли. Ага. Короче... Ты не покупал этот участный выезд. Ну, мы сейчас... Не, это я здесь же вырос. Да, понятно. И можно было выехать куда-нибудь, и те деньги, которые я вложил в цеху, точно такие мы же вложили и в другом месте. Ну, это батьковшина, как говорится по-говорусски. Ну, вот это... Начали использовать вот такие вот нуклеусы. Сколько у тебя их, напомнилось? У нас сейчас их полтысячи маткомест. 250 штук. 250 штук вот таких, то бишь, одно моткоместо. Один нуклеус, это два моткоместа. Заселяем мы их на 2-3 сотика вот таких. Ну, вот размеры точно не скажу. Тут уже рамочки. Да, если перегородки... Прорези без проволоки, то... Без проволоки, да, это клеточка без проволоки. Без проволоки. Так вот мы их заселяем. По сколько сыпьете пчелы, примерно? По... Ну, или на глаз, или как? 250-200 грамм. То бишь, вот если вот эту перегородку выдираем, выдергиваем... А, на съемные. Да, если мы ее выдираем... Объединяем. Да, то не объединяем. У нас становится рамка на 145. А, точно. Если ставим, значит, ну, вот так. То есть можно сделать, типа, нуклеус на 145-ю рамку смело. Дно откручивается. Сейчас оно пришуруплено. Дно откручивается. Если нам нужно объединить нуклеусы, значит, мы берем, просто откручиваем и составляем. Перегородку выдираем, и рамка у нас становится. Такие у тебя на таких рамках не зимуются. То есть 4 рамки и кормушка. Три рамки на зиму. Да, в дальнейшем, конечно, буду зимовать. Такой литочек, да? Литочек маленький. И вентиляция, я смотрю. Вентиляция. Вентиляция, вот она просто, обычная вентиляция. А можно приподнять? Нет, это вот так. А, можно и так. Вот так, видишь, вентиляция. Ага. Ну, она, в принципе, видна. Да, этого вполне достаточно. Литок один туда и один туда. Один туда, один сюда, да. Вы не красите? Не красим. Ой, блин. Пока не красим. Видишь, как мы. Вот, ну и кормушку. Просто в стаканчик залаживаем канди. Ага. Пчелы грызут. Хватает одного стаканчика? Я раньше пробовал, заселял сиропом. Сиропом, сейчас не заселяем сиропом, заселяем только на канди. Это долговечнее. Во-вторых, сироп не... Сироп пахнет. Ну, провоцирует на воровство и на разбитие, да. Вот, нуклеусы расставляем, разлаживаем шифер. И по шифере нам... А нуклеусы вы ставите вот там, да? Да. Ну, там расставляем. Ну, это у вас основной, так сказать, нуклеус. Ну, теперь да. Это основной нуклеус. Это однотипный нуклеус. Вот. Ну, принцип был для того, чтобы сделано, чтобы они зимовали. Ага. Чтобы они зимовали. В этом году мне немножко и времени не хватило, и возможностей, чтобы запустить в зиму их. Вот. А так они будут... Ну, а зимовать опять же, на 145-ю рамку? Или вот так? Вот на такую рамку. А, именно на такую. Перегородка будет выдираться, рамки будут... Да, я понял. Объединяться. Объединяться и два корпуса будет. Это вполне будет достаточно, чтобы весной семья развилась, семейка уже развилась и потом расплодом взял и расформировал их. Ну, да, на это. Вот. Я понял. Спасибо. Мы с ними пользуемся. Именно... Ну, вот с этой уже леса мы делаем и корпуса. Понятно. А вот я смотрю, мы как-то упустили вот эти ули. Ну. Это ули для поточного вылода маток. Сделан для поточного вылода маток в... Поточного вылода маток, ну, что-то он не покатил. То бишь, разделены три матки. Весной развилось это, это и это. Одну матку выдирается. И уже две семьи работают как доноры. Ага. Как доноры работают. В этом отверстии нет матки. И она постоянно, каждых три дня подставляется в воспитание, ну, рамки. Да, мы понимаем. Ну, и сколько ни пробовал, что-то не получается у меня. Либо с целью сильно не задался. Ну, вот на Красной Поляне я читал, что так делали. И люди пользуюсь. И вот оттуда это было содрано. И два штуки этих сделано. Ну, пока они ждят полусемейки, полотводки. Единственное, я оттуда сейчас могу брать расплод, выдирать и делать семейки, либо оттводки. Правильно. На разъезде. Здрасте. Не, это я, здрасте. Это уже готовые ремни покупались? Или это... Покупались готовые ремни. Один ремень, два доллара. Ну, это именно для пчел ремней? Не знаю, для чего. Мы покупали в Лысине. Лысаневский дымарь. Ой, дымарь. Спички есть? Не, мы не курим. А Денис такой, вот, в карман сразу потянулся. Куришь в нычку, да? Я не курю, я не пью, а в нычку там сразу. Белорусская. А шо, мы в Беларуси, да? Да. А мы в Беларуси, ага. Два рубля, доллар, оказывается, мелочи, видишь. Доллар мелочи? Да. А шо, даже так бывает? Видишь, в Беларуси мелочи, это доллары. Блин, да ёшкин такой. Вот, минус. О, полевое. Зажимчик. Купали, да. Подуставим кокошку. Вот стоит кулина на поддоник, грубо говоря, приходим. Тык. Тык, подсунули. Мы с тык так сделали, стараемся, чтобы вот этот язычок был сбоку. А, вот там, чтобы не на крышке. Вот так ножички тык. Ногой затянули. Ага. И готов к качевке. А вот дай-ка я тут ляну. А держит тут это хорошо, да? Да, ни разу не открывается. До Беларуси не было нигде, ни разу. И реклама пошла. Короче, в Польшу покупал, да? Лысо. А в Украине тоже их можно покупать. Я даже их дешевле покупал. Где в Украине? В Украине. Тебя возненавидят, Денис, задайте слова. Леруа Мурлин. А как? Леруа Мурлин. Ага, Мурлин. Хорошо. Шашлык. Шашлычок. По-белорусски. Шашлычок. Вкусно очень. А что так мало порезал? Быстрее поварится. А вот это была улица, да? Да. Я помню, вот здесь меня первый раз пчела ужанила. Я, блядь, на коленки упал. Два раза ударился головой об землю и побежал в сторону. Вот так закон начиналось. А там есть дома? Хоть что-то есть? Пошли. 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 Пошли.